Вы не читаете. Вот это очень странно. А для кого это пишется тогда? Но всего лишь надо пролистать вверх и прочитать то, что программа отменена. По некоторым причинам. Эти причины описаны. Почему она отменена? Поэтому она состоялась на другом канале. Просто чтобы вы далее не ожидали. Она состоялась на другом канале. Программа – это ДелТик, это финансовый канал. Поскольку она касалась вопросов биржи, благосостояния. Здесь присутствуют люди на этом канале, которых это не интересует. Поэтому количество людей очень и очень малое. Нет смысла проводить эти программы и задействовать главный канал. А там специфические вещи. И там присутствуют люди, которые хотят помогать. Это в первую очередь Галина. Первая программа, которая состоялась, она была открытая. Она тоже проходила в канале. В этот раз, еще раз, по некоторым советам, понимающих людей, и в том числе по, так сказать, свыше, так сказать, сигналам, программа решена была, решено было эту программу сделать закрытой. Еще раз. Она была на другом канале. Первое. Второе. Она была закрытой. То есть формируется команда, команда желающих, да, которые будут участвовать в этом для того, чтобы отдавать, будем так говорить. Отдавать надо всем, если мы хотим получать. То есть вверху написано, почему. Это логично и это верно, это по всем канонам, по всем законам и по правилам, вообще-то говоря, бизнеса. Если речь идет о деньгах, то это называется бизнес. Сегодня, понимаете. И в то же время средства существования. Программа, коротко, была очень информативная в плане того, что те ожидания, которые у нас на финансовом канале есть, они оправдывались с помощью Галины. И это ее очень серьезная энергетика, энергия, которая любой человек, беседая, вот как я сейчас беседую, он огромное количество энергии отдает. Отдает, просто отдает. Самый большой источник и испускания, скажем так, энергии – это беседа. Это разговоры по телефону, в интернете. И человек истощает себя, ему надо каким-то образом восстанавливаться. Галина, как и многие другие, это ее хлеб. Вы работаете, простите, тоже не бесплатно, правильно? Кто-то, да, и пенсию вы тоже как-то заслужили, получаете. У нее пенсии нету, она работает вот в той сфере, где она является просто гениальным специалистом, я такого не встречал. У нас присутствовала Крипта Леди, которая гениальный специалист в том, что она делает. Это профессионал своего, ну, знаете, есть токари, есть токари шестого разряда, они профессионалы. Есть хирурги, которые механически закончили любое какое-то очень знаменательное, значительное высшее заведение, и они великолепные специалисты. А есть специалисты от Бога, понимаете? Их нельзя поставить в рамку. Тут можно не заканчивать никакого высшего учебного заведения и низшего. Но делать такие вещи, которые вообще никому не понятны. Я знаю, потому что я сам это делал. И все мне говорили совсем другие вещи. Я могу привести элементарно простой пример. В 2017 году я говорил о том, что обучение должно быть, и вообще все будет онлайн. Я что, знал о том, что будет пандемия в 2016-2017 году? Но я не знал, что будет пандемия. Но я знал, что это будет, что за этим будущим. Как вы могли предположить, друзья, о том, что дети в школу не будут ходить? Это полный нонсенс. Я беседовал. В 2016 году я предлагал делать концерты онлайн. Очень известным людям. На меня смотрели как на больного, как на сумасшедшего. Концерт. В залах, на стадионах случилась пандемия. И все были невыездные. Правильно? И где квартирники какие-то были. Но квартирника тоже не было. Нельзя было собираться. Правильно? То есть я же помню эти концерты, которые там где-то никого не было. Никто не хлопал. Как это исполнителю, певцу, понимаете, выступать на сцене, когда ему никто не хлопает? А как группа поддержки тогда в таком случае? Так вот представьте, я это говорил в 2016 году. И потом мне довольно известный продюсер, российский продюсер. Известный, серьезный. Он говорит, ну, Майкл, что я могу сказать? Да, действительно, тогда никто бы это прямой текст не схабал. Так он мне сказал. Но я позвонил Лене Агутину как-то. И он мне рассказал историю. Позвонил ему некий какой-то человек, представился каким-то продюсером. И предложил за 10 тысяч долларов сыграть концерт дома. Ну, условно говоря, сидя на табуретке, да? Нету ни студийных микрофонов, ни какого-то сведения звука. Есть обычная просто квартира, где у него, ну, есть аппараты, где он играет, да? И он сыграл мне концерт, да? Потом выяснилось. Он сыграл этот концерт. Получил 10 тысяч долларов, да? Но все равно сидит дома. Но все равно никуда не поедешь. А тут вдруг ни с того ни с сего на голову падает 10 тысяч долларов за час или полтора часа работы, да? Что было потом, знаете? Потом выяснилось, что этот продюсер, который пристался продюсером, продал этот концерт за несколько миллионов долларов. Ну, это то, что я предлагал в 16-м году, да? Я говорил о том, что будет обучение, а некоторые известные люди говорили, никогда не будет обучения. О чем идет речь? Речь идет о том, что есть вещи, которые можно, ну, если не предсказать, то спрогнозировать с высокой долей точностью. Вот об этом шла речь, к примеру, сегодня, как это идет речь, когда, скажем, мы беседуем с Галиной. Про себя я не буду говорить, я не люблю про себя говорить. Я люблю работать с человеком, и я с ним контактирую точно с такой же энергией, да? Но каждый человек живет, так сказать, как он хочет и ожидает от своего получения. Как мы в этом случае участвуем? Друзья, мы в этом участвуем, как пассивные наблюдатели, желающие взять. Этого делать нельзя. Ну, нельзя этого делать для нас самих, понимаете? Это очень трудно сейчас объяснить и выразить словами. Это понятно, когда человек это прожил. Когда он себя просто закрыл, все, ничего не имеет, да, и начинает с нуля. Попробуйте, получится или нет. Вот попробуйте. Я попробовал, кстати. Вот, поэтому я могу это говорить. Вообще-то говоря, я имею основания. Тем более, простите, я не хочу портить свои карамические свои программы, говоря одно, а делая другое. То есть можно представить себе, что я это делаю тоже, правильно? Поэтому я об этом говорю довольно часто и объясняю, чтобы не было просто потом, что в холостую люди просидели тут полчаса, понимаете? Даже больше, да? После объявленного срока. Но, видите, терпения у нашего человека достаточно. Они ушли. Все-таки есть какие-то люди. Давайте, вам же интересно, наверное, не мои измышления, а как правило. Все люди же воспринимают только то, что плоско, на поверхности. Если они тебя болтают, Майкл, давай, мол, давай конкретно расскажи, куда пойдет это, куда пойдет это. Друзья, это очень серьезная информация. Ее просто так не воспримешь на слух. Эта информация приходит не с плоскости, не с интернета, не от каких-то чатов, понимаете? Не от контактеров, тем более. Ну, поверьте, есть какие-то люди, значит, про себя я не буду говорить, но есть люди, которые общаются вот с теми, с той информацией, которая хранится там. Надо найти ключик к этой двери, где эта информация и есть. Она закрытая, представьте себе. И чтобы туда попасть, надо приложить, ого-го, какие усилия. И быть просто необычным человеком. Вот сегодня было три человека, причем, ну, простите, я тоже, так сказать, из той когорты, будем так говорить, наверное, многие знают, да? Но присутствовали еще две замечательные женщины. Одна Галина, которую вы все знаете, одна крипто-леди, которую вы не знаете, или не многие знают, она относительно недавно. Но по рекомендации Галины она пришла. Это человек, который сделал своей профессией трейдинг, биржу, профессией. Это исключительный случай, надо сказать, исключительный случай, потому что за 28 лет работы я, ну, может быть, и видел, но предметно не сталкивался и конкретно с человеком, который живет и полностью, так сказать, свои желания материальные осуществляет, только на бирже, понимаете? Ну, как и мы, зарабатываем деньги где-то на предприятии, где-то работая, бизнес или это работа на чек, знаете, у работодателя. Пример то самое. Исключительный случай, потому что это экстремально тяжело сделать. И я бы не посоветовал всем туда кинуться. Но получать советы от людей, которые в этом разбираются, вполне можно. Но для того, чтобы получать советы, значит, еще раз, и получать желаемое, для этого надо что-то сделать, правильно? Значит, у вас есть вариант, у нас у всех есть вариант, как делал я, как делала эти криптодези в свое время, учиться, самое лучшее. Учиться, учиться и учиться. Понимаете? Это правда. Если у вас нет желания учиться, нет возможности учиться, тогда вы или берете это все с открытой программ, потому что открытая программа неизмерима. Они практически все, ну, сколько, 90-е там чем-то процентов всех программ в центре Сан-Гейси, в Галтик, в финансовом канале, 90% программ открытых. Понимаете? Где тоже можно теоретически что-то взять. И берутся, люди задают вопросы, получают ответы и так далее, и так далее. Вот, но если вы хотите практически это пользоваться, не вот от случая к случаю, а постоянно, тогда первое, вам надо учиться или пользоваться этими советами, или попасть в какую-то определенную группу, где, конечно же, надо, естественно, это платная группа, где люди платят тем людям, которые дают эти советы, которые научились, и они, естественно, должны иметь право на возмещение как минимум тех затрат, которые они потратили на это обучение. Они имеют квалификацию давать советы? Что же в этом неверного? Сколько можно об этом раз говорить? Есть люди, которые приходят с какой-то целью другой. Им это не обязательно. Я уже говорил и не один раз. Лично мне спасибо вполне достаточно. Я этого не слышу. Понимаете? Сейчас люди требуют. Я не видел, подпишите меня туда на безоплатный, безоплатный. Что такое безоплатный? Всегда было бесплатно. Сейчас безоплатный. Какие-то новые штучки появились. Причем если... А почему вы мне не отвечаете? То есть какие-то претензии, требования. Это как? Это нормальное вы считаете? Ну, я не говорю, что это как правило, но таких случаев достаточно много. А почему вместо этого не задать вопрос? Уважаемые СНД-центры, мне хотелось бы... Форму, сразу даю форму. Мне хотелось бы сделать пожертвование за то, что вы делаете. Я вам гарантирую, вы гораздо больше получите, если будете это делать. Причем не потому, не для того, чтобы получить взамен. Не потому, что курсы объявлены. А просто делайте, потому что это потребно человеку давать. Понимаете? Любовь. Ну, сегодня у нас мало любви, кроме, так сказать, плотской, физической. Сегодня у нас мало такой любви. Но у нас достаточно много волонтеров, достаточно много филантропов. Достаточно много, я вас уверяю. Что самое интересное для многих, это будет, наверное, неожиданность. Здесь большинство сконцентрировано по статистике. Знаете, где? Соединенные Штаты. Как ни странно, невероятное количество, кто бы как бы ни говорил. Есть статистика, против нее не поплю. Знаете, почему? А потому что здесь Соединенные Штаты – это планета бизнеса. Человек с кровью, как говорится, с молоком матери, как говорится, впитывает себя в бизнес-идеи. А бизнес-идея в чем заключается? Инвестмент. А что такое инвестмент, если это бизнес? Инвестмент – это отдача. И только потом получение. Но нету халявы. Приходится об этом говорить раз за разом, потому что я же читаю эти, мне тоже посылают, тоже приходят. О том, что требования, ну требования. Как это так? Почему? Понимаете? Ну, что еще можно здесь сказать, дорогие друзья? Мне не хочется. Для меня это, сколько вы сейчас? Восемь утра. Понедельник. На бирже выходной. Давайте все-таки перейдем очень коротко, раз вы тут уже все собрались, и кто-то уже добавляется даже. Значит, какая финансовая обстановка нас ждет осенью и этой зимой в России? Значит, друзья, если все летит в тар-тарары, да, то есть все же какие-то отдельные инструменты, скажем так, или отдельные рычаги для получения. Смотрите, война – это разруха, это бедность, это смерти, да. А промышленники, которые делают какие-то там, разрабатывают технологии, да, танки, вот эти все, они что, не зарабатывают деньги? Зарабатывают. Я сейчас не говорю о том, что так делать надо, так делать не надо, потому что война – это всегда горе. Это понятно. Я просто показываю о том, что когда все идет вниз, можно тоже получать. Тем более, что биржа – единственное место на земле, на базаре, где можно продать. Попробуйте на базаре воздух продать. Ну, попробуйте. Вот я сейчас вам продаю воздух, объявление. Сколько у вас будет кастомеров, да, клиентов? Да никто же не придет. А здесь можно продать то, чего нет. Это называется selling short. Selling short. Два слова. Первое – продажа. Второе – short. У вас этого нет. Так это переводится. Почему? Я уже объяснял о том, что прообраз бирж, сегодня, который вот у нас существует, пришло один из вариантов. Это пришло примерно 14-15 век в Японии, когда вассалы жили на периферии. Каждый вассал, да, то есть император, жил в столице. И там были семьи этих вассалов. А те вассалы на периферии жили и управляли провинциями. И если был плохой урожай, то они просили зерно в счет будущего. Это называется, да, это называется по-русски опционы, options, да. Ну вот. То есть здесь та же самая система. Мы видим, что все идет вниз, да. И я приводил очень элементарно простой пример. Давайте я еще раз приведу этот пример. Смотрите. К примеру, в городе Тольятти, я не знаю, сейчас производится или нет, но когда-то там производилась машина под названием ВАЗ, да. Вот. Жигули, да. И вот в городе Тольятти, это информация секретная, да. Идет подготовка к... Я сейчас объясню, почему я об этом говорю. Идет подготовка к выпуску машины Ламборджини. Ну, все бы хотели приобрести машину Ламборджини вместо Жигули. Да? Ну, как бы комфортнее ездить. Несколько, да. Вот. Чем там на какой-то модели первой, второй, пятой. Самые были крутые восьмая и девятая. На моей памяти было, да. Вот. И у вас, ну, приобрести ее не всем дано. И вообще мало кому дано. Поскольку ее нету на территории, скажем так, той, где находится город Тольятти. Вот. И другие города. Первое, второе, это стоит дико дорого. Но у вас, допустим, есть друг, который хочет купить эту машину. И у него есть деньги, чтобы купить эту машину за, ну, скажем, 100 тысяч долларов. Но машина на рынке это стоит 150 тысяч. В Италии, к примеру, да, где она производится. Но у вас есть родственник, живущий, я просто, так сказать, идею рассказываю. Который живет в Италии и у которого есть машина в Ламборджини. Или вы его просите, купи для меня машину. Брат, друг, в Вьетнаме. Вот. Он вам по гроб обязан, как говорится, да. И вы ему гарантируете, пишете клятвенную кровью, так сказать, пишете расписку о том, что я обязуюсь вернуть тебе либо 150 тысяч, столько стоит машина, либо саму машину нужную. Ну, хорошо, он говорит, я, пожалуйста. И вот вам присылается машина, и ты, и вы говорите своему другу. За 100 тысяч долларов купишь, ты с удовольствием куплю на 50 тысяч, представляете, дешевле. Вы ему, значит, продаете эту машину, да, он счастлив, правильно? Дальше. У вас бабки есть, да, 100 тысяч, да, машины нет. Но вам же надо вернуть машину. Открывается завод Тольятти, выпускается Ламборджини по патенту, понимаете ли. Вот. Цена мгновенно падает, и вот она уже стоит не 100 тысяч, а 80 тысяч. Тот с вами, тот ваш друг, видя о том, что машина уже стоит не 100 тысяч, которые он заплатил, а 80, начинает рвать на себе, значит, волосы. Вы видите результат, итог, понимаете. Уже волос нету, а машина по-прежнему стоит меньше, чем он за нее заплатил. Но вы покупаете эту машину, у вас есть 100 тысяч, вы за 80 покупаете машину, правильно? Отправляете его своему другу свату туда, в Италию, он получил новенькую машину, правильно? А 20 тысяч получили вы. Это называется продать воздух. Без того, чего у вас нет, ну, конечно, вернуть надо. Поэтому эта операция называется sell and short. И обратный процесс надо купить, правильно? Buy. То есть машину вы продали, деньги получили. Теперь вы покупаете, чтобы закрыть эту позицию, short. То есть у вас этого не было, вы продали. Вы покупаете, имеете то, что вы купили, и отдаете тому человеку, или в данном случае брокеру, который вам одолжил, чтобы вы продали. Понимаете? Вот это все элементарно. Я, надеюсь, понятно объясняю, да? Но это в голову, понимаете, многим не приходит, кроме самих трейдеров. То есть здесь есть все варианты. Это вариант зарабатывания, да? Дальше перейдем к тому вот вашему, допустим, вопросу, да? Ничего хорошего не ожидается, я бы сказал так. Почему? Потому что что имеем, не хранишь, потерявши, плачем, да? То есть где мы храним деньги? Раньше было в заперекательной кассе по 3%, сегодня это в государственных банках. А что будет, если это не откроется банк? А такие прогнозы есть, да? Что будет? Мобильности никакой нету. В Китае уже было, допустим, такое. Почему это не будет? В очередной раз, кстати, вот то, что вы задаете вопрос на той территории. Я не говорю, что это будет. Я говорю, что есть вероятность такая. Правильно? Вот, не берите мои слова, только и тем более не переворачивайте. В Китае это было километровая очередь, чтобы снять какие-то деньги. Это было в Индии, когда далось 3 дня поменять. Тысяча рупий, да? Тысяча рупий была, банкнота тысяча рупий. Их надо было поменять в течение 3 дней. Ну, а у меня эти тысячи были дома, да? Потому что я планировал приехать в Индию на панчакарму. И чтобы не таскать за собой вот эти вот, естественно, я их поменял. Гораздо удобнее, там меньше места занимать, скажем так. Ну, и как бы я попал туда? Я никак не попал, они у меня сгорели. Вот. Я потерял больше тысячи долларов на этом деле. Да? Вот. Всю мою панчакарму, которую я строила, я потерял. А люди, которые это не раз, а что вы считаете, такого не будет еще раз. Бомба в одну воронку не падает, дважды падает. И всемирный потоп тоже будет. Для многих он уже произошел. Да? Огромное количество людей продолжает гибнуть. Да? Вот кто смотрел, это было, допустим, 52-й год, когда тысячи и тысячи. Об этом вообще никто не говорил, оказывается. Праздновали очередную годовщину, это было 5 ноября. Я поместил какие-то цифры, на них никто не обратил внимания, как выяснилось. Оказывается, это... А для чего тогда это происходит, делается это предостережение. Значит, предостережение того, что что-то может произойти. Мобильности нет. Поэтому, кстати, крипторынок предоставляет такую возможность. Сегодня речь шла именно об этом. Не имеет значения, будет ли это в России, в Америке, в Китае, в Индии, или где-то еще, если вы живете, к примеру, на Луне. Да? Это не имеет никакого значения. Мобильность должна быть. Вы должны владеть своим активом. Сегодня вы не владеете. Чисто номинально это ваше. А если... Ну, вы же доверили куда-то, кому-то. А как вы оттуда вытащите? Хранить под подошкой? Тоже не годится под матрасом. Почему? Деноминация, сгорят все. Вот как это было, когда в этом случае в Индии, к примеру. Да? А что делать? Да? А то, что сегодня тестируется уже везде. И это, по-моему, все это знают. И каждый день поступают какие-то новости. Принято вот такое-то решение легализировать там и все. Но ставят препоны каждый раз. Это политика. Это, вообще-то говоря, это чистая политика. Когда выпустили новость, ну, значит, все, значит, раз бросились продавать. О том, что так, запретили что-то. Глупости? Полнейшая глупость. Ну, просто, категорически. Ну, просто невероятная глупость. Да? А мы опять вот эти вот плокаторы свои развесили, понимаете? Вот. И потом снимаем эту лапшу с ушей. Да? 15-го числа. А сейчас уже другие новости поступили. Вот. Скажем, вторая монета решила, допустим, о эфирме, да? Кто знает. Опять же, есть же группа. Но она формируется, правда, ее еще нет. Но она формируется. Желающие какие-то есть. Почему вы не хотите в этом принимать участие? Ну, все бы хотели. Ну, почему тут уже сейчас 29 человек? Хотя речь идет только о финансах. Правильно? Да? А ведь было бы больше, если бы, скажем, программа началась во время. Значит, вас это интересует? Так вас это интересует как? С точки зрения получения? Только лишь, да? Но это не работает. С этого же мы начали. Правильно? Если вы хотите получить... Научиться надо отдавать. Только и всего. Для получения. Не потому, что кто-то этого хочет. Ну, со мной довольно многие уже знакомы. Я-то делаю вообще бесплатные эти все вещи. Ну, я не говорю про биржу. Вот я сейчас буду делать вебинар, да? Но не с целью, допустим, сделать вебинар сегодня за влекалочку в виде бесплатного вебинара, как многие делают сегодня, да? А потом все-таки надо будет платить. Я буду делать совершенно бесплатные вебинары без всяких поползновений и без всяких идей о том, что мне надо что-то от этого получить. Нет. Просто это моя такая функция. Это моя, называйте, как угодно. Миссия. Как угодно. Я же доказал о том, что я это делаю, и я не буду вредить себе и своим близким, говоря одно, делая другое. Ну, все. Значит, мне можно или поверить, или не поверить. Это ваше дело. Меня это не волнует вообще и никак. Понимаете? И сколько будет людей, не волнует и никак. Но не хочется, конечно, там на два человека рассказывать, тратить столько энергии, да? Хотелось бы, чтобы... Не потому, что это мне надо, а потому, что хотелось бы, чтобы больше людей об этом узнали. Только и всего. Поэтому я буду делать, продолжать делать, я об этом уже говорил, свои программы. Кроме финансов, безусловно, речь идет о деньгах. Поэтому здесь это просто нельзя. Мне по голове дадут, если я так буду делать. Поэтому этого делать нельзя. А все остальное, здоровье, допустим, вот эта философия, психология, ведение программ, да. И будет программа, будет безоплатный, без всяких следствий, еще раз говорю, в оплате, вебинар по поводу здоровья, да? По поводу древних, так сказать, систем, как учить человека, да, чтобы восстановить функциональную значимость наших систем и органов, да? Кто-нибудь знает, какие самые главные органы, кроме сердца, там, или, кстати, голова и мозг, это не органы, вообще-то говоря. Ну, короче, вот такая вот система, поэтому сейчас не об этом, а программа, которая будет. Поэтому вы бы не тем вопрос задавали бы на территории России, а это все очень плоско, с моей точки зрения, а главное, как-то, целое. Вот. Из контекста, как говорят люди, и в том числе и мне говорят, Майкл, не выдергивайте, я как раз не выдергиваю. Я, если говорю, я имею это в виду, целое. Тенденция нашей финансовой обеспеченности и финансового благоприятствования. Мы даже не представляем, что будет. Вообще не представляем, что будет происходить. К этому можно подготовиться. Сегодня тот период, где мы можем себя во многом обезопасить. Ну, вот нет воды, да? Что мы сделаем, да? Вот есть города, в которых воды нету. В Соединенных Штатах, в частности, да? Почему? Ну, нет воды, не идет вода из-под крана. Более того, это же Ванга даже предсказывала. Мы с Тодором на эту тему говорили еще несколько лет назад. Она, которая уже умерла, она ему говорила об этом. Люди будут, ну, как, знаете, как собаки из луж лакают воду, да? Им все равно. А почему они не болеют, извините? Если они лакают воду из лужи. А почему собаки не болеют? Кто-нибудь вообще задавал такой вопрос? А почему вы попробуете там из лужи попить воду? Более того, кипятят воду. Ну, понятно, надо, наверное, прокипятить, что-то там устранить. Но, как говорил Герман Стерлигов когда-то, значит, какашки, которые вы едите в ресторане, пью воду, они все равно остаются какашками. Только кипяченными. Понимаете? Вот и все. То же самое. Я задавал вопрос, да? И не все, кстати, то будет именно так, как говорит об этом даже Галина. Простите, считай, есть. Для кого-то это будет играть роль, для кого-то не будет играть роль. Понимаете? Мне трудно это объяснить, допустим. Мне проще взять, показать. Я задавал вопрос, не буду объяснять. Вот это, да? Значит, вот эта вот тенденция, когда велась программа. Здесь всего 5 минут. Когда велась программа, оно пошло вниз. Но моя-то тенденция вот сюда показывает. И я это покупаю. Я вижу, что оно идет туда. Но это же не на 5 минутах, да? Но этим же пользоваться-то можно, да? Этим пользоваться можно. Биткоин. Но он же идет вниз. Здесь же показано. Он же не идет вверх. Потенциал есть или нет? Нету потенциала. Он будет. Вопрос, когда? Ну так надо же этим пользоваться. Он будет без сомнения. Вопрос, когда? И здесь мы себя можем очень во многом, не то чтобы даже обезопасить, но как минимум, я же, ну, как бы, так сказать, вариант, да? Ну, возьмите, переведите. Ну, это доступно, правильно? Если вы не знаете, если вы не знаете, как учитесь, всему же надо учиться. Просите каких-то людей, заказывайте консультации, вам дадут их. Так, участвуйте в этом. То есть половину денег можно же перевести туда. Перевод ничего не стоит. Ноль. Это же удивительная вещь. Пересылка денег ничего не стоит. Ноль. И сегодня мы идем в век технологий, цифровых технологий. Поэтому все называется digital, правильно? Это все проходит через коды, через цифры. Мы что, получаем изображение? А это что? Это же не то, которое было братья, там, Люмиеры, которые там снимали. Вот когда начался кинематограф, да, допустим, там, какие-то там 20-е годы прошлого столетия, да? Сегодня все цифры. Как это? И человек пишет, цифра – это чушь. Как цифр? Чушь. Мы получаем сигналы, они как-то в герце. Это цифра или как? Они как-то отображаются в чем-то? Или как? Или что? Мы говорим, это что? Это слова? Ну, слова – это ведь тоже не просто слова, которые мы слышим. Это же идет, ну, физический процесс же, я не буду объяснять, да? Нам это не надо. От катода в анода идет ток. Это мы где-то со школы знаем. От катода к аноду идет ток. И в электрической лампочке, значит, там, вот эта нить накаливания, дальше катода, анод и так далее, электроны. Какая нам разница, куда идут? Кто такой катод? Кто такой анод? Какая нам разница, да? И кто такой Меркурий с Марсом вместе взятыми? В каком-то доме. Что значит в моем доме? В ее доме она рассказывает, понимаете, пришел Марс. А он слушает и говорит, куда тебе пришел? Тебе домой какой Марс себе пришел, понимаете? Я в командировке, а тут тебе пришел Марс с Меркурием. Вы же понимаете, кто такие Марсы и Меркурии? Короче, кончай дедукцию, выдавай продукцию. Вот это все будет в группе. Дорогие друзья, я благодарю всех за внимание. Совершенно не запланированная программа. Ну, я начинаю, так сказать, тем более праздник у нас. Соединенный праздник сегодня. Всех с Labor Day, кто знает, что такое, День труда. Чего отмечает этот День труда? Пахать надо, короче говоря, да? Ну, в этой связи биржа-то не работает, как ни странно. Но, тем не менее, они работают где? Форекс работает. То есть, формально будет открытие еще. Открытие-то уже есть, не будет открытия никакого. Но биржа будет работать еще сколько? Три часа сорок пять минут. А потом будет опять открытие. Но это уже будет в час ночи, скажем, на шестое число. Если брать вот это вот, совсем другой промежуток времени. Да? Вот. Ну, вот примерно так, да, биткоин. А вот здесь было намного более интереснее. Вот если бы мы, сказать, вот, хотели бы этим озаботиться, то здесь я не буду, еще раз, эта программа была закрыта, я не могу об этом говорить, нарушать сам законы. Поэтому, друзья, ну, это надо, кому надо, тому надо. Тот найдет. Я дико, представьте себе, не люблю давать рекламу, хотя на ней стоит весь мир. А вот я не люблю. Я не знаю почему. Значит, мне интересно, понимаете, не то, что я хочу дать рекламу. Я хочу дать рекламу для чего? Для того, чтобы получить. Мне это неинтересно. Я хочу, чтобы вам было, друзья, интересно прийти, где вы можете что-то узнать и послушать. Вот я так функционирую. Я, может быть, неправильно прийти многим-многим. Да? Ну, так я делаю. Вот. Поэтому вы меня уж извиняйте, вот, если кому-то это не так, не по душе, и кто-то не так воспринимает. Но я не сомневаюсь, что так надо делать. Вот. Объяснить трудно, потому что устаканившись вот эти все, это было. Но мы движемся-то ведь вперед, тенденция меняется. Просто я, может быть, несколько заранее это знаю как-то, каким-то образом. Поэтому прислушивайтесь. Это полезно, я хочу сказать. Тем более, что намерения еще раз получать лично у меня нет. Я хочу давать. Дорогие друзья, благодарю вас. Дивиденды «Газпром» – вы странная девушка. Что вам надо посмотреть? Вам… Значит, давайте я вам покажу. Зачем смотреть? Вот посмотрим, говорите вы. И про «Газпром». Опять же, у того, что болит, тот о том и говорит. Кстати, об этом шла речь. О «Газе». Сейчас я вам покажу. Я сейчас продемонстрирую компьютер, который у меня находится в другом месте. Я нахожусь на одном этаже, а компьютер находится на другом этаже. Я вам сейчас кое-что покажу. Сейчас я ищу на другом мониторе, чтобы перевести на этот монитор. И я вам сейчас покажу ваш любимый, всеми любимый, наверное, всеми дорогой, ну просто невероятно какой дорогой, компанию под названием «Газпром». Так, давайте посмотрим. Чем дальше, чем больше, я смотрю. Что-то я в это дело увлекаюсь. Значит, вот смотрите, это у нас акции «Газпрома». Значит, если мы сейчас, здесь у меня просто расчеты есть, и не хотелось бы показывать, то, поверьте, что акции «Газпрома», которые были, которые были, значит, 325, 325, правильно? Нет, больше? Ну ладно, давайте мы посмотрим дневной график. Значит, акции «Газпрома» были 400 долларов. 400 долларов, ну или 400, я не знаю в каких единицах, короче, было 400, да, и давайте посмотрим, сколько они, и вот то, что я хочу показать к вам, да, и вот нижняя точка, было 400, стало вот здесь, 170. Дальше, дальше, идут какие-то мои расчеты, да, вот, причем я покупал, зная о том, что он пойдет вверх, ну, по моим, так сказать, анализам. И вот, значит, мы смотрим развитие, да, значит, какой это день у нас, август, август, 15 августа, 24 августа, 24 августа, значит, смотрите, вот здесь, видите, у меня показана стрелочка, видите, у меня показана стрелочка, куда мы должны дойти, значит, здесь 180. Вы говорите про дивиденды, дивиденды это копейки да ну копейки действительно копейки которые люди могут получить вложив в акции свои деньги ну кто-то кто хочет он может на этом зарабатывать неизмеримые большие деньги но для этого надо быть участником другого процесса и вот смотрите вот у меня вот эта зона моя зона до зона которую я рассчитываю является зона которая называется resistance или по-русски так сказать зона сопротивления да вот это вот такая зона неважно как она там рассчиталась не имеет значения да вот так вот то есть при пробитии этой зоны я знаю следующую зону вот там расчерчено наверху ну и самая главная зона как бы вот это значит что произошло здесь вот это наш газпром что произошло здесь компания объявила о дивидендах но вот здесь она объявила о дивидендах и сразу посмотрите куда она подпрыгнула но я представьте себе заранее знаю куда мы пойдем вот здесь было вот этот подъем мне лично уже о чем-то говорит смотрите 175 172 до 172 куда мы придем сюда вы видите таки а то заранее это знал да вот как заранее знал о том что концерты надо делать онлайн какой-то момент я об этом говорю откуда ну бывают такие вещи когда что-то человек может знать без всякой астрологии извините хотя в этом тоже я могу даже это доказать но дело не в том что я хочу учет доказывать а дело в том что есть вещи которые ну короче есть советчики и советники но и к ним прислушивали свое время какие-то визири до цари и полководцы это на архии так далее а как по-другому но так раньше мир решил а сегодня у нас главный советчик чё интернет или кто или контактер ну смех один да и только вот то есть вот вам конкретные показатели дают дивиденды здесь было объявлено про дивиденд до более того мы пробьем эту линию более того мы выше пойдем так вот если здесь 172 а здесь 276 но посчитайте 100 на 172 это 70 процентов профит был а сколько вы получили дивидендов на ваши вложения так вы смогли получить 70 процентов правильно 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 дальше видите куда вот видите куда мы пришли это несчастная это самая несчастная луна до которая пошла банкротом та самая несчастная луна да ну так это же все можно в этом деле принимать участие но если вы не хотите учиться так тогда есть вариант вступления в какую-то группу вот об этом шла речь но группа была закрыта дорогие друзья будьте здоровы я рад нашему участию в необъявленной программе пока